Всем привет, я Элли Ди, вы смотрите канал о питомцах Элли Ди Пэтс И сегодня у нас второй день на острове Духов, только уже не с одной собакой, а с тремя Сейчас у нас будет настоящий собачий пир и застолье Мы будем кормить этих бездомных собак, поэтому подписывайся на канал прямо сейчас А мы начинаем Сегодня мы заметили, что на пирсе гуляет та же собака, что и была в прошлый раз Мы начали снимать, точнее я начала снимать на телефон И тут подошла вторая собака, я поняла, что их двое Но буквально через пару минут подошла еще и третья Их здесь всего три, и они очень похожи друг на друга Поэтому я думаю, что эти собаки из одного помета То есть они как бы точно родственники Одна из них точно девочка, это вот эта вот первая здесь рыженькая, с рыженькими ушками У нее отвисшие соски, что говорит о том, что она рожавшая И вот эти вот два наших песеля, очень похожие друг на друга Которые близнецы, двое из ларца Что мы для них приготовили на этот раз, давайте я вам расскажу и покажу Сейчас будем кушать Кстати, мы на этом острове заночевали Обязательно посмотрите этот ролик, эту серию с ночевкой на этом острове На заброшенном острове духов на канале Эли Ди И мы ночью поставили скрытые камеры, так что будем их смотреть в следующей серии Но это небольшой такой анонс Ссылку оставлю в описании под этим видео Когда смотрите этот ролик, обязательно посмотрите Давайте покажу, что мы приготовили для этих наших друзей Да, что же мы приготовили? Кстати, по зубам вижу, что девочка молодая Возможно, она родила даже первый раз, ну, наверное, ей около года Вот зубы белые вижу Так что где-то, наверное, у нее щенки Может быть, мы щенков сможем найти? Не знаю Итак, что же мы для них приготовили? Мы с катамараной Эли Ди взяли несколько тарелок пластиковых Для того, чтобы налить нашим друзьям обязательно пресной воды Потому что я не знаю, где они здесь пьют, наверняка они хотят пить Мы купили сосисок, это чтобы у них вообще было блаженство Вообще, мы эти сосиски купили для дрессировки И порезали их на вот такие кусочки Я думаю, что, может быть, нам удастся подрессировать их Но еще мы купили вот такие несколько, там, 5-6 или 7 паучей с кормом Это влажный корм для собак Я думаю, что к сухому корму они не привыкшие Но влажные они точно заценят Я думаю, они такой вкуснятий, наверное, не ели Нравятся? Видите, мои хорошие У нас три собаки Итак, одна тарелочка у нас будет для воды Остальные три для каждого песеля Начнем с воды Может быть, кто-то из них захочет попить Вода всему голова Пресная вода Здесь же море Ну, я не понимаю, откуда, конечно, они кроме дождя находят воду Поэтому я налью им воды Сейчас посмотрим, хотят они пить или нет Вообще, вчера, конечно, был дождь Поэтому, возможно, они где-то вот здесь на остров какой-то ложбинке набралась вода И они пили Будешь пить водичку? Пить водичку Водичка Попей, попей водичку Так, она пьет водичку Одна пьет водичку Кажется, она реально хочет пить То есть, на самом деле Ну, немножко они боязливые, конечно Но на самом деле жажда есть Бедная собака Я обязательно налью еще водички Попила чечечек Умница, смочила нос Хорошо Они, конечно, боязливые Что говорит о том, что они мало встречают людей Тем более приносящих им какое-то добро Но так как у нас канал Питомцы Хелиди Пэтс Канал о добре к домашним животным Особенно Особенно к собакам Потому что это my favorite pets Поэтому, ну, невозможно было пройти мимо Мы специально взяли кучу еды для них Прям пошли в магазин, купили Чтобы прям аж челюсть тряслась, как я говорю Джина вообще, когда она кушает очень что-то вкусное Ей нравящееся, у нее трясется челюсть Кстати, по поводу Джины Если у вас возник вопрос, где же Джина Мы не успели Джину взять с нами на яхту Потому что мы очень быстро собирались к капитану Кости И моя Джинка осталась с моей мамой Как и все мои питомцы А не успели взять Джинку Потому что для того, чтобы взять собаку в салон самолета Нужно достаточно много времени Хотя бы 2-3 дня Чтобы собрать необходимые документы Этот ролик о том, как провести собаку в салоне самолет Каким нужны документы и так далее Этот ролик есть на канале Эльди Пэтс Кому интересно, обязательно посмотрите Тем более сейчас, в сезон отпусков и всего такого Итак Давай попробуем подрессировать Да, попробуем подрессировать С рук я давать пока не буду Во-первых, потому что у меня очень длинные ногти Я не знаю, насколько эти собаки привыкли брать с руки Вчерашняя собака брала с руки Неловко она брала, неудобно Иногда прикусывала мои длинные ногти Поэтому я думаю, что мы начнем с расстояния все-таки Плюс, конечно же, меры предосторожности Потому что есть такие заболевания, как бешенство И много других всяких, даже те же блохи Поэтому меры предосторожности обязательно надо соблюдать Кстати, бешенство это неизлечимая болезнь Она смертельно опасная Ну что, мы будем дрессироваться? Давайте попробуем, ребят С чего начинается любая дрессировка? С клички Нужно закрепить какую-то кличку Давайте назовем эту девочку Как ее назвать? Ой, она так на самом деле Давай ее Жуня назовем Потому что похоже на... Жуня, Жуня, да? Жуля или Жуля? Жуля, давай Жуля Жуля, Жульетта будет Жуля Жуля Ой, она на лету ловит, елки-палки Ай-вы, ай-вы Так, кто из них? Кто из них? Робби Робби, это вот это Кто из них Робби, кто из них Круз? Давай с полоской будет Крузо Так, Робби Крузо Так, Крузо два раза съел Жуля Жуля ловит Робби Ой, что-то у них-то заросшие глаза Неплохо видят Я поняла, в чем прикол Жуля Молодец Крузо Робби Жуля Молодец, Жуля Девчонки, какие умные Слушай, продвинутая Ай, как хорошо Ай, как здорово А еще будем? А еще хотим? Кто у нас? Обратите внимание Как выстраиваются отношения В собачьей стае Смотрите Значит, у этой У Жули Глаза открыты лучше всего У Крузо Знаете, чуть-чуть уже поросло А Робби не видит ничего Поэтому он сзади Ну, конечно, они неухоженные В идеале Конечно, этих собак нужно стричь Вычесывать шерсть Они должны быть ухоженные Но, к сожалению, я вижу, что за ними никто не ухаживает У них ногти все отросшие Ну, просто жесть Ну что, еще раз Итак, Жуля Крузо Молодец И Робби Молодец, Робби Хорошо Робби даже не пытается Робби очень скромный мальчик Ну, давайте еще раз Жуля Крузо Робби Робби мимо кассы Смотри, смотри, нюхает ищет Аааа Хорошо Молодцы Так прикольно Слушайте Они такие послушаки Они не требуют у меня эти вкусняшки Они там не пытаются у меня их забрать Потому что они понимают Что я с ними сейчас делюсь Смысл Ну, подходите ко мне ближе Ближе подходите Жуля Робби Или Крузо А, Крузо И Робби Вон она, обкатилась, обкатилась Штрафная Робби 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 бедненький Так жалко Он такой несчастненький У нее болтанок больше всего Очень скромный Очень скромный Не бить Ой, ну забери Возьми Можно Ну, ну, ну Сладкий Вон кусочек Все правильно Что же он даже Не видит Но у нас запах-то Должен ориентироваться Да, да, да Собачий нос Не должен подвести Она рядом Она была рядом Да, да, да Получилось Ой, ну это прям вообще Я не знаю, что сказать Слушайте, а потом Как они будут Есть влажный корм Как у них будут За ушами трещать Жуля Робби Крузо Я их перепутала Они такие похожи Знаете, почему Крузо и Робби? Потому что Робинзон Крузо Они же на острове живут Давай попробуем Команду Лежать Команду Давай попробуем Лежать 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 Держи на полу Лежать Ну Лежать 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 Ну, ну, ну Ложись 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 Ну, короче, не получится Дело в том, что Конечно, дрессировка Должна осуществляться С первого дня Появления щенка В доме То есть Максимально Когда он маленький Уже можно начинать дрессировать И нужно начинать дрессировать Тут уже собаки Взрослые, тем более у них в жизни Тяжелая, так сказать, судьба Они даже не могут выбраться с этого острова Вы понимаете, то есть они Да, остров большой, здесь у них своя экосистема Так сказать, но он заброшенный Здесь нет людей У меня есть плейлист на канале, который называется Дрессировка собак, там вы можете посмотреть Все видео, которые по этой теме И дрессировки щенка, из чего начать И все, что по теме дрессировки Ну хватит уже забирать, блин Ну что же это такое-то? Персонально ему Давай ты неси, а я буду бросать этим Отвлекать Так Тяк 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 Эй, иди сюда Кушает сосиски, да! Удался наш лайфхак Мы отвлекли других собак И этому удалось все-таки покушать Теперь я накладываю им влажный корм Корм не самый лучший В них всего лишь 4% мяса Все, что было в продуктовом ближайшем магазине До самого дальнего Просто мы бы не добрались У нас не было машины Но давайте честно, этим собачкам не выбирать И они будут рады и этому Поэтому Каждый получит Смотрите, смотрите Учуял, да? Каждый получит Свою порцию Еды Внимательно все ждут Каждый получит тарелку Да уж, ну и порция Так себе по размеру Может по два пакетика получится? А главное, кажется, это терьеры Как джинка Очень похожи на терьеров Открываем Ой, какие они, посмотри, лежат Ой, ой, ой Вот как их отличить? Да, да, да Ну, одна вот спинка черненькая У другого беленькая А так они вообще Идентичны И У нас есть, кажется Еще по одному пакетику По два пакетика сразу Ну, вообще, собаки крупные На самом деле Судя по количеству, которое здесь Им как раз таки и нужно По два пакетика ждать Ой, ну и обед у вас будет Нет, нет, нет Ждать нельзя Нельзя, нет Нельзя Надо ждать Это мое Сейчас это мое Нет, нельзя Ну, как тут устоять? Уже слюна идет Господи, ждать Ждать Видите, как Ну, конечно, надо соблюдать А то они меня тут Столкнут Ждать А ну, отойди Ну, да Ну, то есть, как бы Нужно держать с ними Конечно, дистанцию В любом случае Самое главное в дрессировке Это начально учить базовым элементам Да, да Выдержка нужна Конечно Я просто так еду не даю Я только за выдержку А девочка голодная Потому что она, видно, кормит щенков И у нее голод не тетка, как говорится В лес не пойдет Итак Три тарелки Три собаки Кто быстрее справится с едой? Пошла Иди сюда Иди сюда Сюда, сюда, сюда Еще Сюда Иди скорее, скорее Скорее, скорее, скорее Иди сюда Иди, иди, иди Всем достанется Все кушают Я отойду И так все кушают Ох, как трещит за ушами У кого трещит громче за ушами Кто первый справится с едой? Кто быстрее? Надо учесть, что Жуля первая Ну да Жуля немножко быстрее всех начала Но все-таки Мне кажется, Жуля сейчас доест И пойдет отбирать других Давайте посмотрим Тарелка шевелится тем временем Она едет Потому что это вам не прорезиненное дно Извините А пластиковая тарелочка Ой, как аппетитно кушать Ой, кажется, ты первый, ты смотри Да, Круза первый, да? Робби Робби кушает очень Вот одинаковая Абсолютно одинаковая порция Жуля очень медленно ест Ой, ну боже Ну это вообще, конечно Так, на самом деле Приятно смотреть Когда ты сделал Какое-то доброе дело Для животных Просто вот ты смотришь на это У тебя душа радуется Какой-то, знаете День прожить не зря, как говорится Пошли доедать за соседями Они поменялись, да? Ну, в принципе, друг у друга Никто не забирал Не было такого, что там Какая-то драка была И это прям, ну, прям вообще хорошо Так, каждому обязательно В миску дольем воды Чтобы у них здесь была пресная водичка Побольше, да? Да, прям обязательно, конечно Потому что, если без еды Живое существо может продержаться Там, ну, около недели И даже больше То без воды Всего-то три дня Блохи замучают Все поели? Все довольны? Да? Как вам? Сначала начали Соперить его в виде сосисок А потом вот вам Ужин, пожалуйста Или иди довольны? Ну, и теперь нужно Долить им В миске водичку Водичка После корма Получается немножко Супчиком Бульончик Так вкуснее Так вкуснее, да Скорее-скорее Идите попейте все водичку Ой, теперь они вылизываются Слушай, они из-за того, что близнецы Делают все как-то одинаково А Жуля, блин, стоит такая интересная Деловая Еще хочет, да? Мы, если честно, думали Что это все на одну собаку То есть я-то не знала Что их будет на этот раз целых три И, блин, мы купили шесть Думали, ну, одну накормим А больше-то у нас ничего и нет Все скормили Целую пачку сосисок И корм Честно, ради того, чтобы накормить этих собак Купить для них еду Поехать Я пожертвовала, наверное, двумя Может быть, даже тремя сериями Для сериала на канале Леди Но, если честно, не жалко Честно вам скажу Потому что, ну, я бы себе, наверное, не простила другого Собака – это друг человека И нужно к ним быть максимально добрыми Стараться им помогать, чем мы можем Но не забывайте никогда о своей безопасности Если вы хотите подкормить бездомное животное Потому что животное может болеть Оно может быть потенциально опасно Десять раз подумайте Удостоверьтесь в том, что животное не агрессивно И потенциально не опасно для вас Однажды я видела сбежавшего, сорвавшегося с цепи Алабая Он бежал, за ним волочилось кусок цепи И я к нему не подходила Потому что я понимаю, что собака на цепи, к сожалению Это собака, у которой психика испорчена И она может быть потенциально опасна В любом случае, любите животных Подписывайся на канал о питомцах и леди пэтс И увидимся в новых роликах Пока!